Дневник путешествий Нет, дорогие друзья, это не передача о путешествиях Это книга Вуаля Знаменитого казахстанского киноведа и арт-директора Международного кинофестиваля Евразия Гульнара Бикеева Это тот человек, который посетил практически все кинофестивали этой планеты И в этой книге она рассказывает о самых интересных моментах своих путешествий Здравствуйте, дорогие мои кинолюбители Есть человек, который болеет за казахское кино Ну вот так она и родилась идея, в общем, написать про то, что я вижу, что я слышу Потому что это не просто путешествие Это все-таки путешествие по кинофестивалям Я думаю, что она полезна для кинематографистов Для тех, кто хочет заниматься кино Кто в кино То есть знать, куда на какие фестивали отправлять Знать пробелительную конъюнктуру Знать, что ожидать Вдруг Бульнара под шофе произносит фразу Которая у меня вызвала чувство глубокой зависти, я честно скажу Она говорит, ой, 12 часов, мне в Париж надо Это единственный человек, который анализирует то, что происходит в кино у нас здесь Даже тогда кина в общем-то не было Бульнара была Она писала о том, что кина нет Сейчас кинара очень много Я не знаю, хорошо или плохо Я не считала Но я знаю, что во время подготовки к Евразии За три месяца мы смотрим порядка 200 картин Во время обычного фестиваля мы смотрим порядка 30 картин В общем, я почитала, у меня где-то 700 фильмов в год А в кино я хожу только или с мужем, или с детьми Как правило, какой он боевик Которые хотят стать киножурналистами, кинокритиками Это бесценная книга, я так думаю Хотя бы узнать азы, где какие фестивали, что нужно делать И как нужно представлять кино в своей стране Я была на Каннском фестивале 4 раза Или 5, если не помню И это очень дорогой фестиваль Потому что проезд туда на что-то стоит Проживание в гостинице минимум 1500 евро Плюс питание и так далее Получается 5000 евро Если ты хочешь сам поехать на фестиваль Ты должен это потратить Ну, не каждый себе может это позволить Кроме этого, надо зарегистрироваться Ну, то есть пройти все эти нормальные вещи И каждый раз, когда я на кинофестивале в Канн Я думаю, ну, наверное, это в последний раз Если бы вы написали книгу, о чем бы она была? Если бы я написал книгу? О чем бы она была? Ну, я написал книгу, и у меня несколько книг Расскажите, пожалуйста, когда выходит ваш фильм «Запрещенные танцы»? Ну, мы, конечно же, считаем, что это будет весной Хотим в конце марта, либо в начале апреля Конкретно, конечно, мы не можем сказать Потому что у нас идет постпродакшн Это наш выбор Это не остановить Потому что нельзя запретить Танцевать, танцевать, танцевать А что было самое сложное в съемках данного фильма? Это первый фильм о танцах, я так поняла Ну, конечно же, было сложно в том, что актеры молодые То, что они не профессионалы своего дела И поэтому в съемках было то, что где-то они уставали Где-то они не могли выдать то, что бы мы хотели Ну, в общем, я думаю, фильм будет интересный Сами когда-нибудь думали написать книгу? Пока нет Дорогие друзья, рядом со мной стоит Для тех, кто не знает Знаменитый казахстанский режиссер Ермек Тарсунов Последняя его картина – это «Келлен», насколько я знаю Нет Я вот буквально сейчас приехал с монтажной Я закончил картину, которая называется «Шал» И, наверное, первая вообще СМИ, о которой я это говорю То есть у нас эксклюзив Получается, да В этом году есть два предложения Одно – снять документальный фильм о Махжане Жумабаеве То есть быть ведущим в этом документальном фильме Марат Конноров предлагает И еще один товарищ из Козлорды Он хочет снять художественный фильм Который пока только в проекте Но в этом году он хочет запуститься Ну, будем ждать Дело актеров – сидеть и ждать По мотивам произведения Хемингуэя «Старики моря» Я написал ее, на казахский манер переписал повесть «Старики моря» и получил сошал Но у меня там все ингредиенты Хемингуэя остались То есть у меня там вместо моря у меня степь Потому что степь – это тоже море Вместо акул у меня волки Вместо рыбы у меня бараны Старик, он и есть старик Там Сантьяго, у меня Сарсенбайт Мальчик Ну и как бы лабиринт Старик уходит в степь Попадает в туман, заблудился И начинается экшн Будем продвигать эту картину на Каннский фестиваль И на другие фестивали категории класса Так что я сейчас свободен, валяю дурака Я вообще консервативный человек Я современное кино не смотрю практически Потому что... Ну вот я в Москве когда монтировал картину Это было летом Тоже там с москвичами, там друзья Все эти киношники Мы встречались, разговаривали И мы пришли к выводу, что кино умерло лет 20 назад Сейчас это уже не кино Сейчас это уже интертейнмент Это то, что ближе к развлечению Поэтому кино как таковое оно кончилось Говорят, что казахское кино сейчас развивается Я так не считаю Можно снимать 20 картин в год Может сниматься там 200 картин в год Но кино это все-таки не то Сейчас я не могу назвать Что у нас происходит кинопроцесс У нас происходит все что угодно Но это не кино Особенно в последнее время я замечаю Что очень люди Многие рвутся в профессию Попадают в нее И фактически им нечего сказать Потому что они начинают компилировать Они повторяют За Тарантино, за Гайем Ричи За кем угодно Но собственного чего-то у него нет Он повторяет за кем-то Это плохая копия Плохой копии А когда тебе нечего сказать То что тебе здесь делать вообще в профессии Занимайся чем-то Нет, бывают исключения Там в кино приходят из разных профессий Бывают там и сантехники И грузчики Но это исключительные какие-то случаи Но все равно нужно нарабатывать какую-то базу Нужно знать историю кино Разбираться в жанрах Понимать этот И как нам говорил Митта Мы все друг у друга воруем Мы все воруем Просто у некоторых швы Запрятанные внутрь Их не видно А у кого-то торчат наружу А сейчас время такое Что я вижу Кругом только торчащие наружу швы Все своровано Понимаешь, все своровано Это очень плохой путь Это очень плохой путь Потому что ты повторяешь Чьи-то наработанные истины Ты сам до них не дошел Ты выработай свою Пусть маленькую Но она твоя истина И надо Нельзя бояться ошибаться Чем больше ты ошибаешься Тем лучше Ко мне сейчас приходят какие-то молодые ребята И сейчас уже кино Это уже бизнес-план Понимаешь, мне пришли бизнес-план Проект такой-то И написано первая строчка В 2014 году получить Оскара Понимаешь, номер один Я не знаю Я, например, работаю не для того Чтобы там Оскара получить в каком-то году Или там Гран-при Там Каннский фестиваль Я работаю, потому что я кайфую от этого Я больше ничего не умею Дорогие друзья Если вы хотите получить эту замечательную книгу С автографом Гульнара Бикеевой Я предлагаю вам конкурс Назовите, пожалуйста, фильм Который по мнению Гульнара Бикеевой Лучше всего описывает дух города Алматы Я говорю, слушай, ну что-то писать про нее Она танцует, поет Подсказка Я знаю, что вы не знаете Поэтому подсказываю Это очень старый фильм 60-70-х годов Но чрезвычайно популярный Жду ваших ответов внизу в комментариях Все, до свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин